Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Тёмные предки светлой детки. Глава первая. «Если вы купите у нас перчатку на правую руку, то такую же на левую руку получите бесплатно». Я прочитала объявление раза три, прежде чем поняла его смысл, и рассмеялась. Из магазина вышел парень. «Заходите, у нас хороший выбор, и цены приятные». «С чувством юмора у вас тоже порядок. Отметила я. Юноша заулыбался. Кое-кто воспринимает объяву всерьёз. В подобное трудно поверить», сказала я и тут же услышала женский голос. «Вы продавец?» «Да», ответил мой собеседник. Я обернулась и увидела симпатичную девушку в красном брючном костюме. «На левую руку дадите перчатку по моему выбору, или у вас только какая-то одна модель?» Продолжила она. «Я уставилась на незнакомку, но нет таких глупышек не встретить, она шутит». «Левая будет соответствовать правой», пообещал торговец. «Супер!» заликовала покупательница и кинулась в лавку. Парень поспешил за ней, на пороге он обернулся и произнёс. «Вы не верили. Вчера одна женщина поинтересовалась. А варежки можно? Если я приобрету две пары, то левую рукавичку дадут в подарок к двум или только к одной?» Тихо хихика, юноша исчез в магазине. Я двинулась к машине, и тут мне на телефон прилетело сообщение от Нины, няни Дунечки, а заодно и нашей домработницы. «Уважаемая Дарья, прошу простить меня за то, что отвлекаю вас. Если вы ещё не ушли из торгового центра, то купите пару пачек, бы не борзой». Марина очень просила. Я задумалась. Нина слишком хорошо воспитана. На днях она сказала нашему мопсу, «Дорогой Хуч, извините, что мешаю вам отдыхать, но мне нужна шаль, на которой вы лежите. Сделайте одолжение, приподнимитесь, я её возьму». Просто согнать собаку Нине в голову никогда не придёт. В придачу к вежливости няня аккуратно до занудства, маниакально чистоплотно, и у неё начисто отсутствует чувство юмора. Когда Нина появилась в нашем доме, члены семьи начали её разыгрывать, но потом забросили это занятие, потому что Нинуша верит в любую чушь, которую ей говорят. И сейчас я в раздумьях. Марина решила подшутить над няней, поэтому попросила отправить хозяйке смс-ку о покупке странной вещи «бня борзая». Или это бня, некий экзотический продукт, о котором жена Дегтярёва, гениальная кулинарка, знает, а я, не способная даже макароны отварить, и не слышала. В конце концов я позвонила Манюне и услышала «Абонент недоступен». Вздохнув, я пошла в супермаркет и остановила девушку в куртке с эмблемой «Еда для всех». «Скажите, где можно купить нечто под названием «бня борзая»?» Задав вопрос, я подумала, что сотрудница супермаркета или рассмеётся, или решит, что перед ней сумасшедшая. Но та ответила «Посмотрите в отделе специй». Я заморгала. «Бня борзая — это приправа?» Сотрудница супермаркета очаровательно улыбнулась. «Да-да, именно так». Испытывая глубокое удивление, я добралась до отдела специй и приуныла. Я очутилась в большом помещении, стены его от пола до потолка были заполнены полками с баночками, пакетиками, коробочками. И где тут «бню борзую» искать? Потом я заметила молодого человека с бейджиком «Виктор, ваш консультант» и кинулась к нему со всех ног. «Бня борзая», — повторил паренёк и включил компьютер. «Вам какую?» «Они что, разные?» Изумилась я. «Конечно», — пустился в объяснение менеджер. «У них разный способ обжарки. Африканский, турецкий, китайский, вьетнамский». «Какая бня лучше?» — уточнила я. «Смотря для чего», — задал свой вопрос собеседник. Это был нокаут. Я понятия не имела, что с приправой собиралась делать Марина и приняла Соломонова решение. «Возьму по одной каждой». «К сожалению, товар для нас новый», — приуныл юноша. Я спросила. «И что?» Виктор развёл руками. «В наличии только африканское». «Беру?» — воскликнула я. «Бня продаётся в пакете. На развес не идёт. Прекрасно мне одну штуку», — решила я. «В данный момент на складе её нет», — заявил парень. «А зачем тогда вы так долго выясняли, что мне надо?» — удивилась я. «Лучше бы сразу сказали, что товар отсутствует». «Программа тупая», — пожаловался Виктор. «Сначала надо ввести заказ, оформить его, и только потом тебе скажут, есть ли нужный товар». «Не расстраивайтесь, привезём приправу вам на дом». «Отлично», — обрадовалась я и тут же усомнилась. «Доставят один пакет?» «Конечно», — заверил Виктор. «У нас всё для вас. Закажете пучок укропа? Мы его вам притащим. Давайте адрес». «Посёлок Ложкино», — начала я. «Так он тут совсем рядом», — обрадовался парень и, увидев, что я достала кошелёк, добавил. «Оплата при получении. Внимательно проверяйте целостность упаковки. Чаевые курьеру необязательны, но они приветствуются». Восхищённая сервисом, я пошла к машине и услышала писк телефона. Меня разыскивал Собачкин. «Ты где?» — спросил он. «В супермаркете», — отчиталась я. «Вернусь домой минут через десять». «Давай, не задерживайся», — велел приятель. «У нас клиент». Я обрадовалась. «Отличная новость! Мы давно сидим без работы». В прекрасном настроении я порысила на парковку. Почему Дегтярёв, который всю жизнь не любил частных сыщиков, стал владельцем детективного агентства? И по какой причине оно носит идиотское название «Тюхплаза»? Я уже рассказывала и повторяться не хочу. Сообщу лишь, что клиенты к нам не спешат. Александр Михайлович регулярно придумывает всякие рекламные акции, но до сих пор они успеха не принесли. Толстяк постоянно недоволен тем, как идут дела. Я же понимаю, что штат агентства невелик. Нас всего пять человек. Дегтярёв, Собачкин, Кузя, я и эксперт Лёня. Чем занимается последний, понятно. Леонид изучает разные улики, а ещё у него масса знакомых и приятелей во всяких лабораториях и научных центрах. Кузя – компьютерный гений. Мы с Сеней – два полевых агента или оперативника, называйте как хотите. Полковник осуществляет общее руководство и, когда надо, использует свои связи. Ну и каким образом столь малочисленному составу справиться с большим объёмом работы. Я вполне довольна своей службой. А вот Дегтярёв спит и видит многоэтажный офис на территории Кремля. Очередь клиентов, которая пять раз опоясывает мавзолей, и змеится до Тверской. Александр Михайлович мечтает руководить самым крупным детективным агентством земного шара. Но пока ему приходится довольствоваться ролью скромного почти деревенского сыщика. Я подъехала к дому и поспешила в гостевой домик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!